Поменялась судьба, да? Она меняется сама, потому что приходит время. Вот астрологический период плохой пришел, судьба сменилась, все. Приходит время, близкий человек изменяет. Это результат влияния судьбы просто. Не то, что он хотел. Мы все под влиянием этих сил находимся, в которых живет. Кто из вас может избежать трамвая? Помните Булгакова, нет? Поднимите руку, кто может избежать этого трамвая из вас? Только сумасшедший может поднять руку. Мы не знаем, когда он приедет. Мы не знаем этого трамвая, мы не знаем, чего избегать. Потому что судьба от нас не зависит, она стоит со спины. Ведь говорят, она влияет на нас со спины. Поэтому человек не знает, что завтра в его жизни произойдет. А может, крышу свернет близкому человеку. А кто, допустим, считает, что ему никогда крышу не свернет? Поднимите руку. Тоже признак кое-чего. Я про вас ничего не имею в виду. Вы хорошая девушка. Спасибо, что пришли на лекцию. Вообще, как бы, следует знать, что признак трезвости – это знание, что мне тоже может свернуть крышу в любой момент. Вот знание этого является признаком разумности. Разумный человек понимает, поэтому он боится этих поступков злых. Почему человек не совершает этих поступков? Потому что он боится за свою судьбу. Почему он не развратом не занимается? Почему он не пьет? Потому что он боится за свою судьбу. Он знает, что там беспредел. Это не сила невежества, это беспредельная сила. Она никого не жалеет. Бывают сильные, разумные люди. Могут всю жизнь по чуть-чуть пить. И остаются, как бы, сила остается у них. Но бывают и не такие, в основном не такие. Смотрите, когда этот дух веселящий убивает человека, когда приходит в дома, домой, горе. Горькая, да? Горькая, что такое? Горькая, что такое? Горилка. Хорошо, скажу, ближе. Что такое горилка? Водка. Понимаете? Потому что пьют, потому что горе пришло в жизнь. Вот когда человек спивается, когда приходит сила, понимаете, у нас есть определенный уровень счастья в жизни, который нам дает возможность нормально жить. И по факту мы считаем, это и есть счастье. Вот смотрите, вот нам Бог дает определенное ощущение, что все хорошо, да? И меня спрашивают, алло, Олег, ну как у тебя дела? Я говорю, все хорошо. Это значит, ватерлиния идет нормально. Но она от меня не зависит. Приходит время, и ватерлиния, вот у корабля, да? Вот эта линия. Перегруз, недогруз. Вот эта линия, она начинает перегруз делать, независимо от нас. Почему так происходит? А потому что так действует судьба. Вот у вас однозначно перегруз идет сейчас. То есть пошел, вот это счастья не хватает внутри. Почему? Потому что так действует судьба. Приходит время, у всех возникает, у всех, кто сидит в этом зале, произойдет перегруз. Почему? Потому что нет счастья, всё кончилось, оно кончается, его нет. И в это время можно жить спокойно, но для этого надо отдавать молитве отношения со святостью очень много времени в течение дня, просто чтобы выжить. Просто чтобы выжить. Вот человек в это время молится не для открытий духовных, а просто потому, что он соединяется с источником счастья, и он выживает таким образом. Но человек, который не знает, для чего жить и как, он в это время начинает чувствовать себя очень плохо, потому что всё это время до этого он жил на допинге. Вот это чувство счастья, у него всё хорошо. Это просто допинг, который нам даётся, а потом забирается в какой-то момент. Почему он забирается? Чтобы мы поняли, как надо жить правильно. Человек это не тот, кто пользоваться должен энергией счастья постоянно. Служить всегда, служить везде, до дней последних донца, служите никаких гвоздей. Вот лозунг «Мое солнце» или «Светить» — это одно и то же. Попытайтесь это понять, что на самом деле счастливый тот, кто научился служить. У моего мужа нет удачи на работе. Значит, у вас нет удачи с работой мужа. Его всегда выгоняют много долгов. Что я могу сделать, чтобы исправить ситуацию? Опять ответ очень простой. Тот же самый. То есть, ваша судьба тяжёлая. Что вы можете сделать? Внутренняя жизнь изменяет судьбу. Внутренняя жизнь изменяет судьбу. Как вы думаете, почему вот все вопросы на одну и ту же тему? Вот есть два ответа на эти вот все вопросы. Они все одинаковые. Какие два ответа? Первый ответ какой? Первый ответ. Прими свою судьбу. Сразу легче станет. Прими, это твоя судьба. Вот есть Виктор Франкл. Слышали, да? Такой психиатр. В войну он в концлагере находился. И он просто что людям давал? Он людям давал понимание, зачем жить и принятие судьбы. Две вещи. Когда человек принимает судьбу, ему уже легче жить становится. В той ситуации, в которой он находится. Когда он понимает, зачем жить, то он выживает. Вот принять судьбу. Что значит здесь в этой ситуации принять судьбу? Надо понять, что это не у моего мужа нет удачи на работе. А у меня нет удачи в этом вопросе. Это моя проблема, а не его. Мы всегда от своих проблем отвертчиваемся. Мы не хотим принять свою проблему. В этом проблема? Сегодня мой самолет приземлился не туда, куда надо. В другой аэропорт. Потому что там был туман. Там тоже был туман, но почему-то решили в этот. Вот. И весь самолет посчитал, что куда вы нас приземлили? Ну это вы сами приземлились туда. Это ваша судьба туда приземлилась. Ну то есть я тоже, кстати, так считал. Я был в теме. Потом я из темы, когда вышел, я понял, что я неправ был в этой ситуации. Мы всегда в теме. Когда находимся, кто-то должен сказать, что как надо себя вести. У кого много долгов? У вас много долгов. Если бы не у вас было это все, так зачем вы мне тогда писали бы эту записку? Еще один момент очень важный. Надо вот часто думать, как мне можно помочь своему сыну? А что ему помогать? Вот я начинаю разговаривать с сыном, говорю, у тебя как жизнь? Он говорит, у меня классно. Кому надо помогать? У сына все нормально, что ему помогать? Он пьет, курит, проза там занимается, но он чувствует себя хорошо. У него все нормально. Кому помогать надо? Кому, кто страдает. Почему? Потому что это его судьба. Вот это твоя судьба. Ты страдаешь, твоя судьба. Понятно, у сына есть судьба своя. Но он не нуждается, потому что он ничего не хочет менять, значит не нуждается. Только тот, кто хочет менять, такому человеку можно помочь. Но у меня другой вопрос. Почему эта ситуация безнадежна? В чем причина? Ситуация безнадежна, потому что помогать надо не сыну, а надо понять, кого мучает судьба. Она мучает меня, значит я должен что-то в себе менять. Я должен меняться сам. Это меня мучает судьба, поэтому я должен меняться. Я в детстве вот увидел эти безнадежные ситуации, когда мы баловались с ребятами где-то во втором, третьем классе. Мозгов еще не было совсем. Сейчас тоже, по-моему, так не так уж много, но тогда было совсем. И мы резинками связывали две соседние двери, жгутом таким строительным. И как бы в две двери звонили, и как бы народ, если бы один открыл, можно было бы понять, что происходит. Но не открывали оба и ругались. Потому что, и потом в конце концов они начинали ругаться друг на друга, потому что тот орал оттуда, а этот орал отсюда. Но они понимали, что там вроде бы тот виноват, потому что он критит. Но это было смешно очень все смотреть. Но идея в чем заключается? Кому-то надо было просто закрыть дверь. И тогда второй бы понял, что резинка, надо кто-то, что должен помочь. В этом вопросе. Просто идея в чем заключается? В том, что надо иногда успокоиться. Не помогать сыну, а успокоиться и просто понять, что происходит. Потому что все ситуации, которые создаются в нашей жизни, они предназначены только для одной цели. Для какой? Как вы думаете? Для того, чтобы понять, да, для того, чтобы изменить свою судьбу, себя. Веды объясняют, что цель нашего рождения — это перемены. То есть мы должны сдавать экзамен. Мы рождаемся сюда, пытаясь быть счастливыми здесь. Вот в этом несоответствие заключается того, той ситуации, в которую мы попали, и нашего понимания этой ситуации. Несоответствие. Мы считаем, что мы здесь для счастья рождены, а на самом деле мы рождены для сдачи экзаменов. Потому что именно тот, кто сдает экзамен, он и счастливым и становится в конечном счете. Спасибо вам, у меня немножко склероз. То есть первое… Да, ну старею, видите, уже. Вот. Первое — надо принять судьбу, да? А второе было уже сказано. Надо начать действовать не так, как обычно мы действуем в этом мире. Надо… Есть внешняя жизнь, Веды объясняют, когда мы реагируем на события. А есть внутренняя жизнь, когда ты понимаешь, что ты должен поменять своё восприятие своей судьбы, своей жизни. И вот этот контакт со святостью, он… Эта внутренняя жизнь, она всё в жизни меняет, внешнее всё меняет. Если ты начинаешь очищать своё сердце, то дальше что? Следующий этап — и перемен происходит. Первый этап. Ты по-другому воспринимаешь ситуацию. Допустим, мой муж хороший, а не плохой. Просто он меня мучает, потому что мне положено. Видите, это другое восприятие совсем. Муж уже хороший стал, но им не положено мучиться. Следующий момент. Так как ты реагируешь на него нормально, он же сам не знает, что он мучает, не понимает, что он агрессор. Он не понимает это, потому что так устроено в этом мире, что человек не понимает, что он виноват. Свою вину человек не знает сам. Мы не знаем свою вину. Вот кто из вас знает свою вину в отношениях? Всё? Значит, вы уже меняете отношения. Все остальные не меняют отношения. Они не знают своей вины. Они думают, что он виноват. Мы близкий человек. Значит, отношения не будут меняться. Когда ты знаешь свою вину, ты уже начинаешь менять отношения. Всё. Понимаете, вот в этом заключается ключ. То есть человек должен возвыситься, то есть он возвышенно должен смотреть на мир, то есть должен начать внутреннюю жизнь. Поэтому люди молились в древности. Они в молитве много времени проводили. Для чего это нужно? Для того, чтобы посмотреть по-другому на окружающих людей, на себя, на свою судьбу. По-другому означает, таким образом, что люди вокруг хорошие. Моя судьба тяжёлая и правильно. Это хорошо тоже. Это неплохо, это хорошо. Потому что если бы она была легче, я бы совсем обнаглел. А так хоть как-то меня сдерживает, моя тяжёлая судьба, сдерживает меня в жизни. Но самое удивительное заключается в том, что когда человек так себя ведёт, она, судьба, становится легче потом. Человек меняется, он начинает по-другому реагировать на тебя, потому что ты уже ведёшь с ним себя по-другому. Пространство сердца человека, это не анатомическое там сердце, а пространство, душевное пространство сердца, оно так устроено, что по закону высших сил, по высшему закону, в этом пространстве живут все наши близкие люди. Хотим мы этого или нет, они связаны с нами. Поэтому, смотрите, когда сыну плохо, допустим, близкий человек, когда что-то с близким человеком происходит, то у меня сердце реагирует, оно волнуется. Так? Чувствовали это в жизни? Тревога наступает такой. Такое, тяжело становится. Что-то такое. Есть разные реакции у людей. Одни люки просто вцепенеют, вот так вот они в ступор входят. А другие знают, что в этом случае делать. Они обращаются к источнику, к солнцу, да? К источнику света, к источнику любви. И начинают совершать свои отношения. Я хочу жить только для тебя. Пожалуйста. Дай мне возможность общаться с тобой. Высшая истина. Там, Господь. Пожалуйста, защити мою любовь. Защити мои отношения. Защити моих близких. Дай нам возможность развиваться. Мы еще недоразвитые, чтобы попадать в такую ситуацию, в которой будет такой экзамен. Мы не готовы терять друг друга. Не готовы. Пожалуйста, развей нас, делай нас такими, чтобы мы были готовы. Научи нас высшей любви, чтобы мы чувствовали вечное отношение, не боялись разлуки. Вот такой должна быть молитва. И будет отклик, будет защита, придет в результате. Какая защита придет? Насколько было служение Высшей Истины, настолько будет защита. Не надо думать, что она вот слабенькая приходит. Она может и очень сильной прийти. В зависимости от того, насколько мы туда сил вкладываем. Но мы силы-то не туда вкладываем. Пришла ситуация тяжелая. Куда мы силы вкладываем? Начинаем плакать, трястись, бояться думать об опасности. То есть мы смотрим удаву в рот. И квакаем туда, прыгаем потихоньку. Вместо того, чтобы прыгать туда, где защита, мы прыгаем в удаву в рот. Чем больше о ситуации думаем, тем больше мы с ней общаемся, в нее погружаемся. Потому что ситуация всегда сильнее человека. Поэтому, когда женщина думает о том, что муж ей изменил, она на что настраивается? На какие силы? На деструктивные. Почему она так думает? Потому что она осквернилась ситуацией. Понимаете? Осквернилась ситуацией. Душа душей не изменяет. Просто есть глупая душа, которая не знает, как любить, а есть разумная, которая знает. Но если ты знаешь, как любить, тогда люби. Любовь означает прощение. Попробуй простить этому человеку. Вот он изменил, перед тобой стоит. Попробуй простить, если ты умеешь любить. Не прощается. Да к чем тогда любовь твоя заключается? Ты его не любишь точно так же, как он тебя не любит. Тогда что ты от него хочешь? Мы в первом классе. Чтобы быть во втором, надо понять, что такое внутренняя жизнь. Вот это пространство внутреннее. Там все родственники живут. Поэтому тебе и плохо, что он изменил. Но это пространство родственники не защищают. Там есть в этом пространстве сердце. Тот, кто воистину им обладает. И нам очень трудно признаться себе в этом, потому что это тайна тайн. Нам очень трудно и честно сказать себе, что там мешает, что есть личность, которая по праву обладает этим пространством. Как определить эту личность? Кто она такая? Очень просто. Надо пойти к святому человеку и посмотреть на ему в глаза. И когда ты увидишь в его глазах то, что тебе больше всего дорого в жизни, чистоту, веру, красоту человеческую, глубину, любовь, тогда ты поймешь, что ты увидел отражение в этих глазах того, кто там хозяин в области твоих родственных отношений, в глубине твоего сердца, есть хозяин. Этот хозяин под разным, в разных верах называется. Но это одна и та же личность. Понимаете? Одна и та же личность. Трудно это понять, но это факт. Потому что, если бы этого не было, не было бы святости тогда, не было бы духовных подвигов, всего бы этого не было. Мы не изучаем эти вопросы, поэтому и не знаем ничего об этом. Мы не знаем, почему в Святой Матроне очередь постоянно стоит. Вот почему? Сколько бы вы ни приехали, всегда туда очередь. Почему? Потому что есть отклик, есть связь, есть результат. Мне достаточно просто на изображение посмотреть, спросить что-то, и я получаю ответ немедленно. Значит, поэтому люди стоят туда в очереди. Они дураки. Они не... Это... Религия не опиум для народа. Это способ, правильный способ жить, который мы забыли, к сожалению. Из-за своей необразованности. Мы думаем, что деньги главное, что успех вот этот вот финансовый, там, экономический. Это успех, что нам дает? Просто возможность жить. Вот все, к чему мы стремимся, мы просто поддерживаем свою возможность жить. Все, к чему мы стремимся сейчас, это даст нам просто не умереть с голоду, иметь дом, там, деньги, дом, еда. Это просто элементарная возможность жить. Точно такая же возможность, которую себе имеют кролики, обычные, которым роют норки, там, суслики, комички, которые копят. Тоже богатые люди, уважаемые. Они такие... Он выглядит точно так же. Поддерживает даже щечки, что тяжелые. Вот. Ну, то же самое. Это все то же самое, это просто поддерживает жизнь. Но жизнь человека, она для других вещей предназначена, потому что мы же не кролики. У нас же не сон со сновидениями, у нас пробуждающееся сознание, господа. Пробуждающееся сознание, это значит, что мы догадываемся, что есть любовь. Догадываемся уже, что есть настоящая любовь. Просто мы не знаем, что это такое, поэтому мы с ней немножко по-другому отношения строим. Такие какие отношения? Вернулась танго, 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 а ты ушла. Отношения такие строим с ней с любовью. Наслаждаемся ей просто. Ты забыла все, что было. Вот. Но любовь, она не уходит никуда. Она вечная, понимаете? Если ты святого человека полюбил, он никуда не уйдет от тебя. Как он уйдет? Вот здесь он, хоть там. А ты дышишь этой любовью, живешь ей. Не нет разлуки в настоящей любви. Есть связь. Слушатели моих лекций, для того, чтобы вы получали уведомления о моих новых лекциях на моем канале, вам надо нажать на колокольчик вот сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok